Сегодня мы будем готовить наше любимое блюдо на трейле. Его можно есть и дома, но дома мы его не готовим. Называется оно гречка с грибами Альфреда. Это какое-то подобие, наверное, гречки по-купечески. В оригинальном рецепте туда добавляется сметана. Мы сметану добавлять не можем, потому что она очень жирная. Мы добавляем такой соус Альфреда. Соус Альфреда вот такой. Он тоже довольно жирный, но в принципе практика показывает, что полтора-два месяца это блюдо может храниться. Но есть еще Альфреда порошковый. В других рецептах я тоже покажу его. Его можно хоть на год вперед заготавливать. Нам потребуется грибы, лук, вот такая чудесная баночка. Я чуть подробнее расскажу про нее. Курица в собственном соку. Аналог тушенки. Это просто грудка в собственном соку. Она не жирная. И туда добавляется. И грибы. Это могут быть любые грибы. Шампиньоны. Вот это называется по-русски. Значит, это, в общем-то, основные ингредиенты. Ну и лук. Обжаривается это все луки. Ну, в общем-то, процесс будет далее виден более подробно. Грибы промыл. Теперь для того, чтобы этот процесс ускорить, я использую для нарезки яйцерезку. Она очень легко режет грибы. Но, что очень важно, нельзя ставить гриб вот так, поперек волокон. Только вдоль обязательно. Потому что сразу вот эти струны, они сломаются. Имеется в виду струны на яйцерезке. То есть, только вдоль волокон. Но зато этот процесс очень быстро ускоряет. Самая как бы твердая здесь ножка. Поэтому, как бы, вот здесь желательно вот ровно перпендикулярно это устанавливать. Таким образом, это очень сильно облегчает задачу. Нарежем грибы и потом будем подготавливать дальнейшие действия. Ну, вот, нарезали лук, грибы, прогрели сковородку, наливаем масло. Я стараюсь наливать масло немного. Тем больше, что для лука. Объем масла, честно говоря, не важен. Чем меньше масла, тем больше гарантия того, что это сохранится дольше. Это остатки грибов, потому что я на этой сковородке резал грибы. Это не страшно, потому что после этого мы грибы добавим туда по-любому практически сразу. Буквально чуть-чуть мы лук обжарим. Лук готовится чуть дольше. А пока займемся приготовлением гречки. вот этот вот котелок на самом деле рисоварка. Мы ее купили буквально совершенно случайно. Оказалось, что это просто практически незаменимая вещь в хозяйстве. Она с таким же успехом в общем-то варит любые другие круг. Максимальную загрузку сюда можно сделать только четыре вот такие мерные баночки, которые идут в комплекте. Значит, я позже в описании добавлю ссылку на эту баночку. Очень рекомендую, потому что она на самом деле в хозяйстве вот незаменима. Можно сварить рис или гречку в течение 10 минут. Это очень удобно, никогда ничего не подгорает. Мы ей пользуемся не только для кемпинга, но и для обычной жизни. Но максимальная загрузка сюда 4 вот эти мерные баночки. И дальше надо добавить соответственно соль. Соль на 4 баночки всего одну четверть чайной ложки. Нет, половинку чайной ложки. И соответственно на 4-6 баночек вот таких баночек воды. Я позже поставлю ее в микроволновку. В прошлый раз не промыл гречку, поэтому я ситуацию справил. Заново засыпаем соль. Гречка промыта. 6 маленьких мерных баночек воды и ставим ее в микроволновку. Она закрывается вот такой специальной крышечкой, которая как бы защищает ее от выкипания. обжариваем лук. В принципе не надо дожидаться готовности лука. Вот чуть-чуть он начал менять цвет. Добавляем грибы, потому что грибов много и это в общем-то потребуется время для того, чтобы это все пришло в готовность. А пока мы ставим нашу гречку в микроволновку. Значит вот с курицы слил воду. Теперь нам вот эту курицу надо выкинуть и обязательно размять. Потому что если мы ее не разомнем, то вот эти комки высохнут и они не смогут восстановиться, когда мы будем на трейле нашу еду возвращать в обратное состояние, заливать кипятком. Поэтому обязательно надо ее размять, чтобы вот такие были более-менее равномерные волокна. Нам эта курица не понадобится. Она готовая. Будет лежать до самого конца. Когда блюдо будет готово, мы просто эту засыпем в горячую гречку и этого будет достаточно. Грибы готовы. Гречка тоже готова. Буквально чуть-чуть перчика добавляем. Перчика. Немного соли. Еще я добавляю сушеный чеснок. Это тоже дает очень интересный оттенок. А вот как у нас выглядит гречка. Ровно полная мисочка. Она абсолютно готова. На этом мы можем готовку закончить, собрать все ингредиенты вместе. И, в общем-то, на этом это блюдо абсолютно полностью самостоятельное. Оно готово. Очень хорошо сбалансировано, потому что здесь есть все компоненты. Белки, жиры, углеводы. Отличные по вкусу. Сушится хорошо. Небольшой вес и долго хранится. Собираем сборки. Вот я сбросил сюда всю эту курицу заранее. Теперь бросаю сюда грибы с луком. Перемешиваем. Добавляем нашу гречку. Все вот это тоже надо тщательно перемешать. Очень важно, чтобы все ингредиенты, они как бы объединились. Гречка горячая. Она нагреет курицу. И чуть позже мы засыпем туда альфреда. Альфреда бывает двух тип. Вот оно готовое в соусах. Также бывает сухое. Сухое хранится очень долго. В этом блюде я его не использую. Но есть блюдо, которое я не готовлю, а собираю. Вот там будет позже видно, как используется сухое альфредо. А пока мы берем обычное альфредо. Оно не везде есть. Можно его приготовить самостоятельно. В крайнем случае, очень вкусный и самодостаточный соус. Оказалось, что на вот эти восемь порций одной банки альфредо более чем достаточно. Ничего мы добавлять больше не будем. Сейчас мы снимем пробу. Все, блюдо готово. Я даже считаю, почему-то чуть больше соли. Непонятно. Оно не мега соленое, но... Нет, все хорошо. Сейчас мы ему дадим пропитаться. А позже мы разложим его в сушилку. И высушим. Вот гречка высохла. Сейчас я буду выгружать эти сушилки. Есть довольно большая разница между горизонтальными и вертикальными. Сейчас все это будет в процессе видно. Значит, вот эта вот гречка с грибами, которую я делал. Свет очень, довольно сильно сыпется. Я отодвину сейчас камеру. Вот, чтобы было лучше видно. Вот отсюда. Я высыпаю вот такой профиль. И вот проставляю низ такой, как бы поддончик, потому что все равно все это очень сильно сыпется. Сейчас мы узнаем, сколько у нас получилось в сушилке. Видите? Ровно 860 грамм. Значит, вот она вся высохла. Теперь ее надо... Комки эти, чтобы развалились. Она очень сухая, и поэтому все это очень легко рассыпается. Чем хороши крупы, тем, что когда их собираешь в зиплоке, в пакетике, то они легко придаются форму и не портят пакетик. В отличие от макарон, если их готовить и сушить дома. Вот, собственно, однородная фракция вышла. Теперь ее можно спокойно рассыпать по пакетам, по зиплокам. Значит, теперь надо рассыпать это все. Такое есть приспособление, специальное для того, чтобы вставить зиплоки. Было удобно. Теперь мы взбешиваем. Примерно по 100 грамм нам надо раскинуть, потому что здесь 8 порций. 105 грамм. Нормально. Вот мы развесили. Получилось 16 пакетов. Где-то 113. 115 грамм. Это включая зиплок, который весит 7 грамм. Теперь надо из них скрутить эти колбаски. Аккуратно выдавить воздух. И надеть резинку. Вот, собственно, все. Дальше тут есть место для надписи. Если хотите, подписывайте, что за еда. Потому что в сушеном виде не всегда понятно, что это такое. Или, например, там, ужин 3 мы пишем, обед 2. А так на трейле проще понять, что это такое и когда его кушать. Гречку рассосовали. Теперь мы ее кладем на весы, взвешиваем и пишем вес. Чтобы планировать в дальнейшем раскладку. В среднем по 113-115 грамм. Субтитры создавал DimaTorzok